У 93% добровольцев противоинфекционный иммунитет после прививки спутником М. Эти данные уже в инструкции к новому препарату для подростков. Вакцину официально зарегистрировал Минздрав. По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых ГАМ-КОВИДВАК-М показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов, Минздрав России принял решение о регистрации вакцины ГАМ-КОВИДВАК-М. Для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно. У подростков, судя по результатам исследований научного центра имени Гамалеи, антитела вырабатываются активнее, чем у взрослых. Все дело в иммунной системе. Чем она моложе, тем увереннее организм реагирует на чужеродные антигены, говорят ученые. Спутник М, можно сказать, младший брат спутника Ви. В вакцине для подростков одна пятая от взрослой дозы препарата. При этом все так же работает система векторной доставки гена в клетку. Иммунитет вырабатывается по тому же принципу, что и при вакцинации спутником Ви. И эффективность такая же высокая у всех привитых антитела к коронавирусу. Мы очень надеемся, что вакцина покажет свою безопасность и эффективность у детей другого возраста, более младшего, там, в начале до 7 лет, потом, может быть, до 5, либо до 3. Но такие исследования надо продолжать. О том, что над вакциной для младших школьников и дошкольников надо подумать, накануне говорил Владимир Путин на совещании с правительством. Как пример привел Китай, где сегодня уже думают над созданием вакцины для детей с 2 лет. При этом вакцинация остается добровольной. Важно, подчеркнул президент, чтобы вакцина для детей была. Коронавирус может спровоцировать осложнения хронических болезней, таких как, например, сахарный диабет. Именно поэтому специалисты профильных детских отделений особенно ждали вакцину для своих пациентов. Половина детей, которые госпитализируются, детей с сахарным диабетом, которые госпитализируются с коронавирусной инфекцией, они госпитализируются, в общем-то, в остром состоянии, в состоянии диабетического кетоацидоза, что, конечно, является таким вот жизнеугрожающим фактором. Что касается вакцинации, безусловно, мы, в общем-то, поддерживаем вакцинацию. И это прекрасно, что появилась такая возможность, в общем-то, вакцинировать сейчас. Больше 30 тысяч детей с диагнозом коронавирус сейчас лечатся в ковид-стационарах страны и дома. Сегодня в Москве среди заболевших короной детей 64% – дети и подростки, которым от 7 до 18 лет. Те, кому от 12 до 18, болеют особенно часто. Количество детей, которые сейчас болеют, стало значительно больше. И, конечно, это вызывает обеспокойство, прежде всего, педиатров. И болеют дети преимущественно подростки, дети-дошкольники. Ну и, конечно, поскольку в семье заболевают и младшие дети. Поэтому все педиатры, большинство, они, конечно, за вакцинацию. И наша вакцинация начинается после того, как она пробирована. Российский спутник М, что значит для маленьких, тестировали на базе двух детских стационаров столицы. Добровольцами стали больше 3,5 тысяч школьников. Зарегистрированные вакцины разработаны в России, где подтвердили исследование ее эффективности и безопасности. И противопоказано она у очень ограниченного количества детей. То есть дети с тяжелыми, самыми тяжелыми аллергическими заболеваниями, с хроническими заболеваниями, с онкологическими, пока не будут вакцинироваться. Вакцинироваться или нет, подросток будет решать сам с 15 лет. Тем, кто младше, понадобится согласие одного из родителей или законного представителя. К концу декабря спутник М должен выйти в гражданский оборот. Тестовую поставку уже в этом году ждут регионы. Например, Курская область. Там с диагнозом ковид по 150 детей каждую неделю. Евгения Петрухина, Ольга Ольвухина, Вести. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру Просто наведите камеру смартфона или планшета на QR-код и смотрите 60 минут, когда вам удобно.